И сегодня я бы хотел сделать на него вот такой, знаете, прям обзор. Я люблю обозревать что-то от Прилент РП. Лучше, я думаю, что тут должно быть со звездочкой. В звездочке написать, что лучше и по мнению там. И сегодня, когда я вообще вот только увидел эту новость, я подумал, типа, он все это как-то очень быстро сделал. И ему показалось, что нужно как-то все это. Сам сервак-то не запущен. Но, разумеется, специально все это заранее проработали, чтобы, допустим, на каком-то открытии не случилось таких вот каких-то. И все, и больше ничего не происходит, к сожалению. То есть, все, возможно. Но я, опять же, говорю, что, возможно, на монтаже все это уже работает. Все это поправили. Может быть и нет. В целом, мне вот данный сайт понравился. То есть, все остальное на Прилент РП мне не особо нравилось. Я такой, типа, новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, этот день настал. Знаете, невозможно постоянно быть вот токсичным. Невозможно постоянно быть злым. Ты все равно от этого рано или поздно устаешь. И тебе хочется вот что-то похвалить. Тебе хочется вот просто посмотреть на все это. Что-то там, возможно, облизать. Как это иногда люди называют. Что-то, возможно, вот это все прочее сделать. Я знаю, что вы не привыкли от меня слышать какие-то там, знаете, похвалы. Все вот это вот прочее. Но, тем не менее, сегодня, когда я вообще узнал об этой новости, когда я зашел сам вот во всем этом удостовериться, сам все это посмотреть, то я был прям, вот знаете, приятно удивлен. Этот ролик, он не рекламный абсолютно. Я даже могу тут сказать, допустим, то, что КРМП это, ну, прям вот говно для конченных дебилов. И если вы играете в КРМП, это прям полная, ну, вы прям вообще полные дуряки. И Бриллиант РП, кстати, говно. Вот я вот так вот могу сказать, чтобы вы не думали, что ролик рекламный, чтобы вот не было чего-то вот такого, знаете ли, прочего. Так вот, сегодня, ну, хотя вот как-то обычно и бывает, я не знаю, когда вы посмотрите данный видеоролик, но для меня это сегодня. Бриллиант РП запустили свой сайт. И сегодня я бы хотел сделать на него вот такой, знаете, прям обзор. Я люблю обозревать что-то от Бриллиант РП. То ли дело они там, вот, я не знаю, делают какие-то вот эти вот свои, я не знаю, жилые комплексы, машины, вот эти вот желтые, красные, BMW, там, русские, все прочее. И я все это люблю обозревать. Ты смотришь и ты просто вот говоришь все, что об этом думаешь, потому что ты, как бы, независим от Бриллианта или Плей, они тебе ничего не платят. И в целом ты можешь говорить, ну, более-менее все, что хочешь. И сегодня, когда я вообще вот только увидел эту новость, я подумал, типа, с виду оно выглядит все очень, так знаете, ну, не особо красиво, типа, как обычный какой-то сайт. Но когда ты на него заходишь, то в целом понимаешь, что ошибался, и лучше бы тебе забрать свои слова назад. Сегодня у нас будет обзор, у кого у нас? У меня. У меня будет обзор на сайт Бриллиант Ролиплей. Это проект в КРМП, на андроид, на все вот эти вот прочие вещи. Давайте посмотрим. Вот ты заходишь на сайт, и сразу вот первое, что ты видишь, это оформление. Криминальная Россия. Присоединяйся к лучшим. Ну, лучше, я думаю, что тут должно быть со звездочкой, и в звездочке написать, что лучший, по мнению, там, разработчиков, основателей и всех вот этих вот прочих людей с проекта. Внизу, там, вот, все эти картинки, они передвигаются, там, то-то, 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 вот это, вот, пятое-десятое. Было бы еще неплохо, если бы там было написано, допустим, о каких-то возможностях на всех этих картинках, мол, ты можешь купить дом, или, там, ты можешь купить машину, ты можешь, там, завести семью, ты можешь стать бандитом, алкоголиком, наркоманом, наркоторговцем, всеми вот этими прочими людьми ты можешь стать. И в целом, чтобы оно все было как-то более, знаете, презентабельно. Но лично, вот по моему мнению, вы можете с ним согласиться, либо нет. Но в целом, сайт мне вот нравится. Давайте продолжим обзор. Все эти буквы, все вот эти вот прочие, они мигают, моргают, как какие-то неоновые вывески. И в целом, выглядит это прям, знаете, круто. Почему-то криминально. Вот буква М подсвечена и буква Я подсвечена. Такое чувство, что, знаете, дизайнер, который все это делал, он все это как-то очень быстро сделал. Ему показалось, что нужно как-то все это отметить. И поэтому он букву М и букву Я добавил такое, знаете, свечение красное. Типа, выглядит не особо, так знаете, не особо плохо, не особо всрато. Ну и не особо, так знаете, красиво. Но в целом, мне нравится. И тут у нас есть интерактивные кнопки, как начать играть. Мы нажимаем и ничего не происходит. Страница просто обновляется, наверное. Все это можно списать на то, что сайт запущен недавно. Они еще не успели там все это проработать и так далее. Игроков онлайн 2222. Ну понятно, что они все это написали, потому что сервак еще не запущен. И непонятно вообще, как он запустится и что вообще будет. Я бы так, знаете, сделал, чтобы постоянно это количество менялось на какое-то рандомное. Там то 345, то там 822, то там еще какие-то вот эти вот все цифры и многое другое. Есть вкладка новости. Мы на нее нажимаем. И тут у нас заголовок новости. И вот что-то вот тут все вот они пишут. Можно перейти к следующей новости. Можно перейти к той новости. Можно лайкнуть, дизлайкнуть и так далее. В целом выглядит круто. Очень даже. Но как это будет выглядеть на телефоне? Если честно, я не знаю. Я просто захожу с компьютера сейчас все это посмотреть. Донат. Еще тут есть донат. Вот кнопка доната работает. Хоть и еще, знаете ли, сам сервак-то не запущен. Но, разумеется, специально все это заранее проработали. Чтобы, допустим, на каком-то открытии не случилось таких вот каких-то непонятных ситуаций. И все смогли, знаете, получить свои деньги. Типа, кто-то игровые деньги, кто-то настоящие. Допустим, разработчики, все прочие люди. Чтобы они все это смогли получить. В целом, выглядит приятно, неплохо и вообще замечательно. Переходим на форум. И вот, когда я нажимаю на вкладочку форум, по крайней мере, на данный момент, может быть, уже на монтаже все это поправят. Но сейчас, когда я нажимаю на вкладку форум, то форум не открывается. То есть, просто, я не знаю, индекс.html появляется, по-моему. И все, и больше ничего не происходит, к сожалению. То есть, все, возможно, в будущем все это поправят. Но вот ссылки на официальные ресурсы, они уже, а, они не работают. То есть, мы нажимаем на дискорд и нас просто вверх сайта перекидывает. Мы нажимаем на вконтакте и нас опять перекидывает на вверх сайта. Почему так происходит, непонятно. Еще не успели, видимо, все это залинковать. Но я, опять же, говорю, что, возможно, на монтаже все это уже работает. Все это поправили, может быть и нет. И личный кабинет. В него также уже можно и есть вот эти вот рамки, вот куда можно все это вписывать. Но аккаунтов, разумеется, еще ни у кого, кроме, наверное, создателей, разработчиков, скриптеров, мапперов и всех прочих людей, их еще нет. Но вход уже, в принципе, возможен. И, наверное, оно даже будет вот каким бы то ни было образом работать. В целом, мне вот данный сайт понравился. То есть, все остальное на бриллиант РП мне не особо нравилось. Я такой, типа, ну, КРМП, ну, вот это вот машины, дороги, вот это вот вся растительность, зелень, все прочее. Вы можете более детально ознакомиться с моим мнением по поводу КРМП. В одном из моих, там, знаете, видеороликов, которые есть на моем канале, вы заходите. Вот даже, наверное, если я не забыл, то сделал подсказку справа сверху. Вы туда заходите, все это смотрите, ознакомливаете с моим мнением по поводу КРМП. А вот по поводу на телефон КРМП нужно будет, наверное, заснять какой-то еще один видеоролик, чтобы люди поняли вообще, что я имею в данном случае в виду. Что я вообще имею по поводу КРМП и так далее. Но, в целом, вот мне ничего не нравилось. Я всегда говорил, мол, блин, да что же у вас все так плохо, да что же вы такие прям вот непонятно какие. А вот сейчас, в целом, ну, оно все работает. И я, в целом, благодарен то, что все работает. То, что они вот так вот все сделали, проработали, молодцы. Сайт неплохой. Посмотрим, что вообще будет с модом. Посмотрим, как пройдет все это ОБТ. Посмотрим, что вообще у нас будет по итогу со всем этим бриллиант ролеплей. Чтобы следить за всеми событиями, подписывайтесь на мой канал. У меня вот, наверное, будет один из самых больших каналов по новостям в GTA Sampi. На компьютер, в GTA Sampi на телефон, в GTA КРМП. Может быть, потом я еще захочу какой-нибудь МТА. Может быть, там будет что-то еще вот это вот прочее. Поэтому подписывайтесь на канал. До Нового года давайте добьем мне 10 тысяч подписчиков. И я вообще буду рад, счастлив. И все будет у меня хорошо и замечательно. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. Это GTA Sampi на компьютер. Но у них есть и телефонная версия Arizona Mobile. Поэтому заходите, вводите мой никнейм, вводите мой промокод. Вся информация находится в описании. Там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал. И все прочие вещи там также есть. Спасибо за просмотр данного видео, наверное. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok